Итак, брат Вариха, начинаем нашу серию видео и немножко хочу поговорить именно про базовые вещи, то есть для понимания. Всего в игре есть три типа армии. Это ближний бой, средний бой и дальний бой. Кардинальное отличие их от друг от друга, это то, что у ближнего боя максимально высокие показатели, если базовые, мы говорим про базовые показатели, здоровье, защиты, но низкая атака, самая низкая атака среди всех юнитов. У дальнего боя самая высокая атака, но низкие показатели защиты и здоровья. И среднего ряда средние показатели здоровья, защиты и, соответственно, атаки. Игра зависит от процентов, то есть тут все на процентах. Для, ну я думаю, с математикой более-менее все дружат, да, это игра процентов. Соответственно, если мы добавляем 100% к, у вас, допустим, здоровье, там 100, да, мы добавляем 100%, у нас получилось здоровье 200. Если у вас базовое здоровье 50 у юнита, мы добавляем 100% ему здоровья. Соответственно, у нас получается 100 здоровья в итоге. То есть, по сути, мы прибавили к одному 100% и к другому 100%, но разница в два раза, да, ну, разница в два раза для отличия. Соответственно, юнитам, ну, целесообразно использовать здоровье и защиту именно для первого ряда. Но есть нюансы, да, есть нюансы. Не буду говорить, я думаю, здесь все уже опытные, где юниты дальнего боя, где ближнего боя. Всего существует два типа построений, да, основных. Я не говорю про тех, кто вложил там миллион баксов, ну, много там, 100 тысяч долларов вложил. Там можно играть как угодно, то есть, можно комбинировать, что хочешь, можно делать. И вообще есть два основных типа, которые вот, типа вербовки, да, типа использования армии. Это через средний бой и через дальний бой. Комбинированная вот эта половина среднего, половина дальнего, это все полная шляпа. Для людей, которые не имеют возможности потратить много денег в игру, забудьте. Забудьте про вот эти комбинированные варианты, это ни о чем вообще. Соответственно, если ваш, вы в игру тратите менее 300 долларов в месяц, да, то средний бой не для вас. Это 100%. Я, ну, пробовал переходить на средний бой. Полная шляпа, ни о чем. Соответственно, если вы тратите баксов там 500 в месяц, можете себе позволить потратить, можете брать и переходить на средний ряд. За построение буду, будет отдельное видео. Сейчас просто хочу, ну, чтобы все понимали, о чем идет речь. Соответственно, средний бой только для доната. Минимум 300 баксов в месяц. Минимум. Если меньше 300 долларов, еще раз, да, не ввязывайтесь туда. Отличие кардинальное в чем среднего от дальнего боя. Базовые показатели дальнего боя, да, они выше атаки, чем у среднего боя. То есть человек, который не может себе позволить залить денег, у него проценты вот этого атаки дальнего боя или там атаки среднего боя, они будут небольшие сами по себе, там, ну, 500 максимум, там, 400-500 процентов. Может быть, максимум 600. То есть при использовании дальнего боя это еще что-то, как-то где-то можно кому-то урон нанести какой-то. Если мы берем, ну, из-за базового, из-за того, что базовая атака, она высокая у дальнего боя. Соответственно, если человек без использования большого количества денег в месяц, без доната, пытается использовать средний ряд, у него на выхлопе получается ничего. То есть армия не наносит противнику практически ничего. Просто не пробивает его. Вот. Я к чему? Ну, плюсы и минусы, да, вкратце, как, чего использовать. Ну, допустим, у вас 500 баксов, вот, вы кладете в месяц и можете играть там средний-дальний бой. Основные плюсы среднего ряда, да, использования. Ну, то есть, если вы думаете, вот, что использовать именно. Плюсы среднего боя. Очень сильные один на один. Нереально сильные за счет того, что основные способности армии среднего боя, они направлены против армии дальнего боя. То есть средний бой при прочих равных выносит дальний, да, вперед ногами. Так вот, в основном все играют через дальний бой, ну, я уже говорил, да, потому что бабла нету и просто играть, ну, как-то так. И даже при донате, то есть мы берем донатные 500 баксов в месяц у одного и 500 баксов в месяц у другого, средний ряд вынесет, однозначно. Ну, я много случаев уже было таких сравнивал. Так вот, средний ряд хорош, очень сильно хорош в битвах один на один. Очень хорош в защите, в атаке, именно не в групповых, в массовых, там, да, а там один на один, два на два, там три на три, максимум, может, пять на пять. Но слаб в битвах массовых, то есть, там, 20 на 30, 30 на 40, там, 50 на 50. Если у вас в альянсе, кроме вас, никто средний ряд не использует, в массовых битвах вы просто мясо. То есть, соответственно, да, если у вас в альянсе вы найдете, там, 10, 15, 20 человек, которые тоже готовы использовать средний ряд, ну, имеют возможность, то есть, ваш вариант, однозначно. Если нет, точно не ваш вариант, да, ну, как-то так получается. Это вторая. Третье. Потери. Потери. То есть, при дальнем бое можно избежать больших потерь. Из-за обновления рядов, и так далее, и так далее, и так далее. Но при среднем ряде, при использовании среднего ряда, как только у вас первый ряд упал, у вас упал и второй ряд. Соответственно, нужно обязательно использовать, ну, говорю, мы разберем построение потом, обязательно. Там будет более, как бы, подробно. То есть, потери у вас будут всегда небольшие, но будут. Вот, в принципе, это базовые вещи, которые я хотел сказать. Ну, меня спрашивают, когда использовать средний, когда использовать дальний. Вот, в принципе, как-то так.